Генеральный партнёр программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнёр программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В Анапе действует особый противопожарный режим. Как не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций, решали на краевом селекторном свещении. Цветники, сказочный уголок для детей и даже настенные граффити – подведены итоги конкурса на лучшие двори канапы. Черепаха, воспетая в стихах и прозе, экологи заповедника «Утриш» провели акцию, посвященную защите краснокнижных животных. Обесточить и убрать простую формулу борьбы с незаконной торговлей в действии сегодня наблюдали жители и гости «Анапы». На верхней набережной работали сотрудники управления торговлей, полиции и водители эвакуаторов. Они выполняли поручения исполняющего обязанности главы «Анапы» Юрия Полякова, который лично проинспектировал маршрут от русских ворот до отеля «Капитан». Простую формулу борьбы со стихийной торговлей в действии сегодня наблюдали жители и гости «Анапы». Электрики обрезают провода, которые по веткам деревьев, фонарям и опорам уличного освещения тянутся к незаконным точкам. Полиция тут же оформляет протоколы. Коммерсанты ходят кругами, пытаясь отстоять имущество любой ценой и избежать штрафов. Но сегодня точно не их день. Исполняющий обязанности главы «Анапы» Юрий Поляков присоединился к рейду полиции и своих подчиненных. Насиженные места нелегалам приходится спешно покидать. На верхней набережной рассадник незаконной торговли. Только одно место с муниципальных торгов. Остальные – самовольный захват муниципальной земли. С такими нечего церемониться. Вопрос очень простой. Это касается не только верхней набережной. Возьмите схему дислокации, где объекты проданы с торгов, да. Остальное все режьте, независимо от того, откуда он присоединился. За несколько дней совместная работа сотрудников ГИБДД, полиции общественной безопасности и управления торговли дала ощутимый результат. Только с улицы Гребенской вывезено свыше 40 незаконных некапитальных конструкций. А куда вы ее качете? Куда ходить не надо. Это не надо на парк-отеле. Это все будет убираться. Не надо на парк-отеле. Сейчас я уйду от парк-отеле, она опять будет стоять. Не здесь, а вот нам через 10 лет. Нет. Позиции у руководства курорта однозначные. Нет документов, нет права на бизнес. Тем более таким варварским способом. С истоптовными газонами, антисанитареей и ворованной электроэнергией. В борьбе с нелегалами Юрий Поляков объединил все службы. По инициативе Краевого министерства курортов в конце июля был возобновлен цикл бесплатных образовательных семинаров для руководителей предприятий санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса Кубани. Ближайшее мероприятие пройдет 29 августа в Новороссийске. А следующий подобный семинар планируется провести 14 сентября в Анапе. Слушатели рассмотрят вопросы по стратегии привлечения денег и клиентов, создание условий для организации отдыха туристов с ограниченными физическими возможностями, удачные примеры бизнес-планирования в гостиничном секторе и многие другие темы. Также в рамках цикла образовательных программ пройдут конференции и круглые столы, посвященные господдержке малого и среднего бизнеса. Необходимо активнее привлекать местное население и казачество к профилактике пожаров, заявил в ходе селекторного совещания вице-губернатор Андрей Алексеенко. В Анапе особый противопожарный режим действует с 9 августа. Исполняющий обязанности главы города-курорта Юрий Поляков поручил взять ситуацию под особый контроль. Неосторожное обращение с огнем, непотушенные костры или брошенные окурки. Из-за них выгорают гектары леса. Заместитель главы региона Андрей Алексеенко констатировал, несмотря на принимаемые меры, лесные пожары продолжают оставаться в числе основных проблем. Он поручил главам муниципалитетов активнее подключать местное население, а также казачество. Сотрудников администрации и сотрудников пожаров на все не хватит. Поэтому работайте совместно с населением. Они первые видят ведут, и они первые смогут сообщить в свое время наследникам. Это подходит не допустить распространение оборудования. По мнению исполняющего обязанности главы города-курорта, ресурс глав сельских округов используется не в полной мере. Вопрос Юрий Поляков взял на личный контроль. Необходимо организовывать патрули, косить сухую траву, по которой может распространяться огонь. Смотреть за тем, чтобы местные жители не сжигали листву или другой мусор. Вторая тема касалась смерчи. В этом случае можно лишь быть готовыми к их встрече, чтобы минимизировать последствия стихии. По словам Юрия Полякова, персонал прибрежных санаториев и детских лагерей проинструктирован. Разработаны планы действий. Силы постоянной готовности состоят из подразделений МБУ, служба спасения, Кубань-Спас, пожарно-спасательного гарнизона, полиции, в том числе на транспорте, федеральной пограничной службы, береговой охраны, дежурных подразделений, частей Министерства обороны, экипажей скорой помощи, аварийной бригад, системы жизнеобеспечения. Привлечение сил и средств осуществляется в соответствии с планом предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По всему побережью размещены так называемые ревуны, сирены предупреждения. Все матросы-спасатели проинструктированы. Информация поступает с пяти автоматических метеостанций, гидрологических датчиков и четырех постов наблюдения. Кроме того, вид акватории моря в Анапе и Суко передается с панорамных камер в систему «Безопасный город», а с правилами поведения в случае возникновения смерча жители и гости города могут ознакомиться на официальном сайте администрации курорта. Внимание! Экстренное предупреждение! По данным Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в ближайшие несколько часов над Черным морем на участке Анапа-Джубга имеется опасность формирования смерчи над морем. Соблюдайте меры личной безопасности. При грозе запрещается купание в море. В случае сильного ветра необходимо зайти в капитальное помещение, закрыть окна и двери. Напомним, в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо позвонить по телефону, указанному на экране. Сегодня в Центре противопожарной пропаганды отметили юбилей 35 лет со дня открытия пожарно-технической выставки для детей. Все эти годы бессменным руководителем экспозиции остается Людмила Бурнайкина. Вместе с коллективом она бережно и кропотливо собирала по крупицам историю пожарного дела в Анапе. И теперь каждый может познакомиться с историческими этапами развития профессии анапских огнеборцев. Инициатором и идеенным вдохновителем выставки стал Иван Сущенко. 35 лет назад он возглавлял управление пожарной охраны края. Анапская экспозиция стала второй в стране. Первую открыли в лагере Орленок. За это время более полумиллиона детей получили знания о навыках обращения с огнем. Легче предупредить, чем потушить. Правильно? Поэтому мы работаем на предупреждение. Это профилактическая работа. Мы предупреждаем, я уже сказала, и маленьких детей, и взрослые коллективы. Это инструктажи, это сходы граждан. То есть обучение. Потом размещение информации профилактического направления. И уже, как говорится, по горячим следам о произошедших, мы размещаем в наших средствах массовой информации. И, естественно, люди, которые читают, слышат об этом, они уже задумаются, можно ли брать спички в руки. Поздравить коллектив центра прибыло много гостей. Здесь и руководство МЧС, и представители ветеранских организаций, сотрудники социальных и образовательных учреждений. За добросовестное отношение к работе и неоценимый вклад в профилактику противопожарной направленности Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю Людмиле Бутнайкиной была объявлена благодарность. Руководство Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю ставит высокую оценку деятельности Центра противопожарной пропаганды общественных связей 11-го отряда, поскольку эта работа неоценима. Она направлена на обеспечение безопасности населения, на обучение детей и взрослых, на то, чтобы заложить основы правильного поведения в быту, в местах с массовым пребыванием людей. В конечном итоге она нацелена на сохранение жизни людей. То есть это главная задача МЧС России. И эту задачу наши коллеги выполняют достойно. Массовое посещение выставки, индивидуальный подход, творческие приемы работы говорят о том, что здесь люди работают с огоньком, у них действительно горячие сердца. Мы гордимся нашими коллегами тем, что они долгое время работают, имеют такую возможность, имеют силы. То есть эта работа их вдохновляет на многие-многие добрые дела. А завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу, который расположен на территории пожарной части. Участники праздника вспомнили тех, кто стоял у истоков и многие годы обеспечивал безопасность на курорте. Сегодня стал известен адрес самого уютного дворика в Анапе. Итоги одноименного конкурса специальная комиссия подвела накануне, а награждение победителей традиционно состоится на торжестве в честь Дня города. В этом году на конкурс «Самый уютный дворик» подано 15 заявок. Было 6 городских претендентов на победу и 9 сельских. На каждый двор участники составили портфолио. Тем не менее, комиссия лично объехала предложенные адреса. Люди, которые проживают на этих территориях, в этих двориках, самоотверженно относятся к своим дворам. Очень интересные, очень красивые. Это и цветники, и фасады, и красивые аншлаги, и озеленения, и малые формы. Ну, это образцы для нашего города. Безоговорочная победа у жителей многоквартирного дома по улице Маяковского, 80. Второе место присудили хозяйки частного домовладения Светлане Пасечниковой. Ее уютный дворик расположен в селе Супсех на Светочной, 3. Бронза досталась участникам из Витязева, жителям двора по улице Школьная, 23. Первое место на благоустройство двора – 130 тысяч рублей. Второе место – 110, и третье место – 100 тысяч на благоустройство двора. А еще есть маленькая премия участникам. Завершенный муниципальный этап конкурса «Лучший орган ТОС». Заявки подали 53 квартальных и домовых комитетов, 7 городских и 46 сельских. Бюджет конкурса – 600 тысяч рублей. Премии победители расходуют на общественно полезные дела. Конечно, участники готовятся к этому конкурсу и показывают нам прекрасную работу и по патриотическому воспитанию с молодежью на своих территориях, и благоустройство показывают. И, конечно, нас еще интересует то, куда потратятся бюджетные средства, какие у них планы, что они планируют на будущее, куда потратить эти средства бюджетные, которые они выиграют. Мы просматриваем, мы смотрим, где-то нужно сквер сделать, где-то нужно, они хотят памятник установить, где-то хотят детскую площадку, спортивную площадку установить. Это тоже приятно очень, и мы прислушиваемся к этому. Определено 9 призовых мест среди победителей – общественники из Анапского, Приморского и Джигинского округов. Их имена прозвучат на главной сцене Анапы в День города. Наша съемочная группа побывала в гостях у победителей конкурса «Самый уютный дворик». Ухоженные цветочные кустарники, оригинальные игрушки и детская площадка – все это заслуга жителей многоквартирного дома по улице Маяковского, 80. Среди них есть как садоводы-любители, так и художники, мастера на все руки. По словам председателя ТОС Людмила Назаренко, их главная гордость – цветы. Чем живут победители конкурса и как собираются благоустраивать свой двор в будущем – в нашем материале. От этой клумбы невозможно отвести взгляд. Когда-то на этом месте был пустырь. Все цветы посадили жители дома. Фиалки, бархатцы, ирисы, цинии – всех сортов и не счесть. Прижился даже капризный можжевельник. Галина Николаевна, один из главных садоводов двора, говорит, что здесь она отдыхает душой. Я люблю цветы, я люблю с ними разговаривать, я люблю смотреть на цветы, я люблю их сажать, смотреть, как они вырастают, цветут, люблю ухаживать за ними, поливать. Все, что нужно для растения, я забочусь о них. Еще одна изюминка этого двора – настенная граффити. Она по «Республика детства». Эту тему подхватил молодой художник. Он стилизовал рисунок под любимый детский мультфильм. Теперь здесь проводят праздники и организовывают площадки. В уходе за двором с удовольствием помогает и молодое поколение. Мы любим цветы, помогаем взрослым поливать их. Да, мы дружные. Вот, допустим, я могу позвать соседку со своего подъезда, она тут же отзывается, тут кто-то шлангу тянет, кто-то поливает, кто-то подтаскивает. В общем, мы все задействованы в работе. Все. Почему? Потому что мы живем этим. Это для нас, это красота. Почему бы и не поучаствовать в этой работе? В тени деревьев сделали сказочный уголок для детей. Жители домов принесли плюшевые игрушки. Своими руками смастерили сов и пингвинов из бутылок. Нашли применение даже строительной пени. Получилась вот такая кудрявая овечка. Победа в конкурсе для них – не главная цель. Это мы делаем для себя, потому что нам очень приятно всем жителям, вот, очень приятно выйти, посидеть в такой зелени, в такой красоте. Они с удовольствием принимают участие и в поливе, и в посадке растений, и также в прополке, и ухаживают с удовольствием за этим. В конкурсе они участвуют уже четвертый раз. В этом году труды жителей были вознаграждены. Как говорят они сами, работы еще много. В планах сделать розари и расширить одну из клумб. Вокруг нее поставят миниатюрный заборчик. Площадку дополнят тренажерами, будет пополняться и сказочный уголок. У жителей еще много идей. Участники творческого конкурса, который организовал заповедник Утриш, воспели черепаху Никольского в картинах, стихах и прозе. Биологи считают, что подобные мероприятия помогают больше узнать об этом исчезающем виде, сделать свой маленький вклад в его сохранение, а также учиться бережнее и относиться к живой природе в целом. Ну, Маша, давай вместе, мы снимем. Мария Черкова завоевала главный приз конкурса в номинации «Живопись». Семь лет назад она пошла учиться на дизайнера и с этого момента стала рисовать. Работа выполнена в классической технике маслом на холсте. Из фотографий моей старшей сестры, она ездила на Утриш, она на фоне водопада, вот, Утришка, поэтому тут и элементы Утриша, и черепаха, все одно. В каждом рисунке черепаха. Всего на конкурс прислали более сотни картин. Очень трудно было отбирать, потому что все работы с душой, все работы индивидуальные, самостоятельные, детские, интересные. Есть еще там черепахи, средиземноморский южный вид. Очень мало их осталось, вымиранье им грозит. Они милые создания и живут на свете много лет. С самого начала мироздания пережили на земле так много бед. Пятиклассница Ирина из Новороссийска. Она посвятила средиземноморской черепахе целую оду. Они милые. Даже на даче видела черепаху, и мы давали ей клубнику. В литературной номинации Ирина получила второй приз. Принять участие в конкурсе ей предложила учительница, у которой девочка проучилась 4 года. Мне очень понравилось это отношение, которое руководители этого конкурса нам показали. Очень информационное было сообщение. Потом всех детей отметили. Все дети были очень счастливы, потому что каждый был на сцене, каждый получил приз, и каждого работу показали. Показали на большом экране. Для ребенка это очень важно, что его заметили, что он увидел, как другие дети работают, и было очень много разных жанров. Вот я даже как учитель что-то для себя взяла, и какие-то наметки на будущее у меня есть. Главная задача была привлечь внимание жителей, а по сути соседей черепахи Никольского к редкому виду, рассказать о необходимости его охраны. В заповеднике рассчитывают на принцип, распространенный в живой природе. Одна ветка дает несколько побегов. Также один участник расскажет друзьям, а те, в свою очередь, передадут историю дальше. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» «Докторская Тавровская» – 189 рублей, «Сервилат Российский» – 319 рублей, «Сосиски Крымские» – 195 рублей, «Тавровские мясные лавки» в Анапе, «Парковая» – 93А, «Крымская» – 98, «Амелькова» – 28, «И Астраханская» – 75А. По прогнозам синоптиков, 19 и 20 августа в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Ночью прохладнее – 19 выше ноля. Ветер переменный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров в ртутного столба. Температура морской воды плюс 27 градусов. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19. Субтитры создавал DimaTorzok